Возвращаемся в программу с Александром Непомнящим. Ну и, наверное, следует упомянуть... Или давайте попробуем ответить на звонки у нас. Масса звонков. Добрый день, пожалуйста, Филипп. Добрый день, господа. Вопрос первый, Александр, к вам. Такого плана. А сейчас много говорят про выборы на Украине. Какое ваше личное отношение к этому? Или официально? Я не думаю, что Израилю вообще... Потому что, к сожалению, опыт всегда говорит, что если выбирают еврея, что я вообще категорически против... Вообще категорически... Вы помните, когда был Киссинчер, он был явно настроен против Израиля. Когда он ушел в отставку, он смягчился и стал лучше. Или у нас есть этот придурок старый, который тоже еврей. Не дай бог, он станет президентом. Это будет злейший враг Израиля. Это лично. Но ваше отношение, какое отношение у вас прессы или официально? Я не думаю, что официально у вас есть, но прессы. А второй вопрос меня очень давно интересует. Объясните мне такой феномен в нашей русскоговорящей комьюнити. Не важно в какой стране. Либерман. Вот где я только не слышу, на разных радио или на интернете. Русскоговорящие, русскоговорящие. Это что, вся квалификация? У вас был Шамир, у вас был Бегин, польские евреи. Так что, говорили, потому что он польский, так все польские евреи должны за него голосовать. И вообще объясните, имеет его партия пройти на выборы или нет. Потому что человек, он у меня никогда не вызывал симпатии, потому что трипун полный, полностью, и это вот. Но вот это вот, я не знаю, феномен, я говорю, вот если русскоязычный, давайте будем за русскоязычным. Потому что он оттуда, он наш, наш, какой наш, ваш, ну вот это вот. Я вас с удовольствием послушаю. Огромное вам спасибо за программу, с удовольствием вас слушаю. Давайте. Спасибо. Ну, я начну со второго вопроса, который более понятен мне и ближе, поскольку в политике Украины я разбираюсь не очень сильно. Итак, что касается Либермана. Либерман, безусловно, политик, обладающий талантами. Но эти таланты сводятся к тому, что он умеет заводить определенный тип публики. Так сказать, я бы сказал, что публики, которые не слишком заморачиваются далеко идущими мыслями. Он умеет ее воспоминять, повести на врага определенного, так сказать, данный конкретный момент, например, арабовского, и консолидировать и получить поддержку и пройти в парламент. В парламенте и, так сказать, в деятельности политической, реальной, он как раз себя не очень сильно зарекомендовал. Прямо скажем, он практически ничего не сделал. И это, в общем, привело к тому, что его поддержка сегодня действительно крайне низка, и его партия рискует вообще не пройти электоральный барьер 4%. Я думаю, что мы после выборов, может быть, поговорим уже, когда мы увидим реальную ситуацию, мы как-то, может быть, проведем такую анализ, что ли, ошибок или, наоборот, побед разных партий, в том числе партии Либермана. Я скажу только, что действительно на этих выборах Либерман разыгрывает такую вот русскость, карту русскую, ну, русскую, это все, надо говорить так, гусскую, потому что какие тут в Израиле все-таки большинство гусских, это евреи, причем не обязательно приехавшие даже из России, а из Украины, из Узбекистана, из чьего-то, откуда угодно, постсоветского пространства. Так вот, Либерман разыгрывает очень активно, что мы, типа, мы все гусские, мы должны голосовать за нашего гусского кандидата. Это проходит у очень небольшого количества русскоязычных жителей страны, в основном людей достаточно пожилого возраста, которые сидят перед телевизорами, смотрят вообще российские программы, живут российскими проблемами, и из всех израильских политиков знают Либермана, ну, и, может быть, еще Натаниял, в лучшем случае. Так вот, всего русскоязычная алия, вот, последних 25 лет, это примерно 20 мандатов из 120, вот, по оценкам, так сказать, социологов, это примерно 20 мандатов, может быть, сейчас даже немножко побольше, потому что дети родились. Из этих 20 мандатов Либерман сейчас наскребает с трудом порядка четырех. И это значит, что большая, подавляющая часть русскоязычного населения Израиля не заморачивается вопросом о том, есть ли русскоязычный представитель в партии или нет, а смотрит на то, что эта партия предлагает, насколько она отражает ее интересы. И на сегодня мы знаем, что подавляющее большинство русскоязычных израильтян тяготеют к правому блоку. Большое количество поддерживают Ликут и партии справа, гораздо меньше людей поддерживают партии слева. Как правило, это публика, которая в основном просто не любит религиозных евреев. Вот этот тренд антирелигиозный, он ведет их в левую сторону. Получится ли Либерману сейчас консолидировать на этой самой призыве «Мы русские, должны все голосовать за русских» достаточное количество, чтобы набрать хотя бы четыре мандата, чтобы пройти в КНЕС, это посмотрим. Дело в том, что я не, прямо скажем, небольшой сторонник партии Либермана. С другой стороны, если он не пройдет и утопит, как бы унесет под электоральный барьер почти четыре мандата, которые, в общем-то, являются голосами правых, то будет очень обидно, и это может очень сильно осложнить будущее правой коалиции. Поэтому, как бы мне не хотелось увидеть КНЕС без таких вот популистов, собирающих люмпинский сброд в КНЕС, и Либерман в этом смысле не единственный такой политик, тем не менее, я все-таки предпочел бы, чтобы он сейчас прошел, и добрал хотя бы свои четыре мандата, чтобы эти голоса не пропали и не привели к тому, что у левого блока может оказаться быть преимуществом. Давайте примем еще звонок. Еще примем звонок, хорошо. Ну, про Зеленского так и не ответил, но давайте примем звонок, а потом я попробую что-то про Зеленского тоже сказать. Да, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, во всех этих обменах арабы требуют огромное количество своих тех лиц, которые сидят в тюрьмах террористов, короче говоря. Вот в этот раз они отменяли погибшего летчика на какое количество, и почему не залетят на такие вот, скажем, уступки? Ведь это же вдохновит арабскую молодежь на еще более агрессивные акции, и число террористов будет увеличиться в геометрической прогрессии. Почему вы делаете это? Спасибо. Во-первых, это не летчик, а командир танков. Во-вторых, ни один арабский террорист в этот раз не был отпущен на свободу. И таким образом, как раз наоборот, это сделка другого типа совершенно. В рамках этой сделки мы получили останки нашего погибшего, пропавшего без вести бойца, 37 лет назад погибшего, и не заплатили за это никакими освобождениями никаких террористов. И в данном случае это было понятно, почему. Потому что мы договаривались обо всем с Россией. Россией террористы Хамаса даром не нужны. Мы, может быть, с удовольствием отдали бы их России, но России самой не нужны эти персонажи. Поэтому как раз в этот раз у нас никакой проблемы с этим не было. И освобождение террористов не состоялось. Какие, так сказать, о чем мы договорились с Россией, точнее, о чем Натаниял договорился с Путиным, снова мы не знаем. На мой взгляд, России было достаточно вот того колоссального положительного имиджа, который заработал Путин и Россия в глазах израильтян, сделав этот самый жест. Так что тут как раз все было в этом смысле очень даже замечательно. У нас есть вопрос еще, Сергей? Или я закончу про Порошенко и Зеленского? Да, давайте начнем. Так вот, по поводу Порошенко и Зеленского, снова, я не разбираюсь в достаточной степени в украинской политике, поэтому я не могу сказать, кто из них, например, будет лучше для Израиля и кто из них будет лучше для Украины. Я просто не могу этого сказать. У Израиля нет никакой четкой официальной позиции по поводу того, кого они поддерживают из этих двух персонажей. В данном случае Украина, при всем уважении к Украине, играет в израильской политике такую незначительную роль, что, в общем, нам все равно. Будет Порошенко, замечательно, будет Зеленский, тоже хорошо, будет кто-нибудь еще. В отличие от ситуации, когда нам было важно, что там Киссинджер, еврей или какой-нибудь другой еврей в американской администрации, и для того, чтобы показать, что он лоялен больше Америке, чем Израилю, он делал какие-то Израилю гадости, в данном случае, что уже Украина может нам такое сделать? Ничего она не может сделать. Но у нас с ними нормальные рабочие отношения. Мы ездим туда в гости, они ездят к нам сюда в гости, пытаются здесь остаться нелегальными рабочими, мы их отсюда выдворяем, они на это обижаются. За пределами вот такой вот как бы текучки у нас ничего специального нет. Во всей истории с Порошенко и Зеленским меня, так сказать, только умиляет или веселит тот действительно необычный момент, что Порошенко мы знаем, он пришел, он промышленник, он бизнесмен, политик. Зеленский человек, который, в общем, пришел из мира кино, но не так, как Рейган, который был артистом, а потом все-таки он стал представителем партии, и он как бы выстроил свою партийную карьеру. Зеленский человек, который создал три сезона сериала про то, как обычный простой человек, учитель, становится президентом Украины, в какие коллизии он попадает. Это комедийный сериал. Но, видимо, за те годы, пока шел этот сериал, люди так привыкли к Зеленскому в роли президента. Сериал сам по себе, кстати, очень неплохой, очень веселый, мы его сейчас с интересом смотрим. Что вот, кстати, с чувством юмора таким они подошли и действительно решили себе попробовать выбрать такого президента. Будет ли это хорошо для Украины? Снова я не могу сказать. С одной стороны, конечно, я считаю, что управлять страной, тем более страной в достаточно сложном положении, а Украина находится, безусловно, в сложном положении и геополитическом, и финансовом, должен человек, который хорошо разбирается и в дипломатии, и в экономике. С другой стороны, мы видели, например, что Михаил Саакашвили был реформатором и очень, на мой взгляд, очень полезным реформатором для Грузии. Другое дело, что Грузия в итоге не поняла этого и не приняла его. Но станет ли, может ли стать Зеленский таким реформатором, станет ли вообще президентом? Посмотрим, будем говорить об этом по мере поступления информации новой. Тогда давайте поговорим о том, о полете Израиля, об освоении космоса Израилем. Ну да, это гораздо более приятная для меня и злейтянина тема. Действительно, наш звездолет, если вы видели на фотографии этого звездолета, ужасно смешно. Это похоже на такую старую стиральную машину, на которой поработали два электрика, которые чинили ее, так сказать, вот на коленках, там приделывая, прихлепывая к ней по ходу дела какие-то детали. Ужасно смешно выглядит наш звездолет. Вот. И он летит к Луне. Так долго еще никто никогда не летел к Луне. Вот. Но, так сказать, главное ведь не то, как долго он будет лететь, а как он, сумеет ли он выполнить свою миссию. В защиту можно сказать, что, в общем, это впервые в истории человечества был, как мы уже говорили, частный проект. То есть это не государственный проект, это был исключительно частный проект. Он стоил по космическим масштабам просто как сущие копейки, 100 миллионов долларов. Вот. И именно, так сказать, из-за этого, в общем, занимается это долгое время. Он летит долго. Буквально вчера он выполнил свой самый важный, самый сложный маневр. Он ведь летел, вращаясь вокруг Земли, постепенно наращивая орбиту. И в тот момент, когда он, так сказать, поравнялся или оказался близко к Луне, он должен был резко как бы подпрыгнуть и перепрыгнуть с орбиты вокруг Земли на орбиту вокруг Луны, как бы быть захваченным притяжением Луны. Для этого он должен был на полном скаку притормозиться, развернуться и, так сказать, совершить вот этот самый маневр. И наши специалисты, который, так сказать, наш Центр управления полетом утверждал, что это самый сложный вообще во всей истории его запуска и полета, самый сложный момент. И вот этот маневр был удачно совершен. Все вздохнули с облегчением. Так сказать, самый сложный момент пройден. Понятно, что еще остается, конечно, опасность того, что он долетит до Луны и, приземляясь, там что-то пойдет не так, и он свалится и разобьется. И это будет ужасно обидно. Но пока что будем надеяться, что 11 апреля, когда он, наконец, уже опустится на Луну, он опустится красиво. И тогда Израиль войдет не только в семерку стран, которые вообще запускали что-либо когда-либо к Луне. Напомню, речь идет о США, СССР, ну Россия, приемница СССР, Китай, Япония, Евросоюз и Индия. Лишь эти 6 стран пока посылали какой-то космический корабль или спутник, ну не спутник на самом деле, некий космический объект посылали к Луне. И только у трех из них, у США, у СССР и Китая, получилось привониться. Ну мы знаем, что, кстати, американцы были первыми, они вообще люди прилетели туда. Россия запускала, Советский Союз запускал туда луноход. Китайцы тоже что-то такое прилунили на Луну и тоже чего-то там делали. У остальных долетели до Луны и разбились при посадке. Вот так что, так сказать, мы либо войдем в семерку, либо войдем в четверку. И вот 11 апреля мы узнаем, пока что мы получили первые собственные снимки Луны. Ну понятно, что в наше время снимки Луны — это уже не такая большая редкость, но всегда приятно, когда свое. Наши собственные поправцы, которые долетели уже достаточно близко до Луны, сделали эти снимки. И вот мы с гордостью их всему миру продемонстрировали и ужасно горды самими собой, своим проектом. И на самом деле, если без юмора и без шуток, действительно, если это прокатит и получится, то это будет означать, что космическое пространство можно уже осваивать и завоевывать не только с помощью очень дорогих государственных программ, но и такими частными какими-то компаниями, причем в Израиле это даже были не чат. Это был, так сказать, как бы народный проект, что само по себе он, конечно, очень красивый. Ну а теперь, наверное, поговорим о том, ну, предстоящие выборы и последние опросы, что сулят нам. Ну да, в Израиле, в общем, прошли последние опросы конца недели, которые являются обычно самыми важными. и по этим опросам у Ликуда, Вениамин Анатоньяо и его оппонентов, так сказать, партии белых, Кахол-Лаван, которые возглавляют Ганс и Лапид, примерно, так сказать, по разным опросам, плюс-минус туда-сюда равные силы. Важно тут, у какого блока, у правого или левого, будет больше сил. По всем опросам, правый блок больше выходит. То есть даже если Ликуд отстает от своих оппонентов партии Кахол-Лаван, Лапид и Ганса на несколько мандатов, в целом правый блок со всеми партиями, в том числе с партией Либермана и партиями религиозными, получает больше мандатов. Это значит, что у Натоньяо, даже если его партия не будет самой большой, у него будет больше шансов сформировать правительство. Но вот здесь кроется огромная опасность. На моей памяти впервые за последние 28 лет впервые опросы перед выборами сулят победу правой. Обычно опросы всегда говорят о том, что левые победят, потом левые проигрывают, но опросы, созданные СМИ левозакрученными, они всегда сулят победу левым. И это парадоксальным образом мобилизует правых и как бы злитых, и они с большей активностью, с большей охотой идут на выборы. Сейчас ситуация обратная. Такое ощущение, что левые отыгрывают как бы вот такую вот другую тактику, другую стратегию. То есть мы будем притворяться, что мы проигрываем, это будет злить и заводить нашу, наш электорат. И левые в день выборов пойдут массово, так сказать, может быть, на выборы, чтобы проголосовать, чтобы будет наш последний решительный бой против Натаньяу, а правые скажут, ну и так мы повыигрываем, так я лучше пойду, шашинуки сделаю, я там лучше на экскурсии какую-то поеду, я без меня все и так победят. И вот здесь кроется огромная опасность, о которой сегодня уже говорил Натаньяу, что вот в этой вот безмятежности правых, считающих, что победа уже в кармане, кроется колоссальная опасность, которая может обернуться поражением правого лагеря на выборах 9 апреля. И в этом смысле, конечно, сейчас все определится тем, какой из лагерей, правый или левый, в Израиле в день выборов 9 апреля сумеют мобилизовать и организовать своих сторонников, чтобы те пришли на выборы. Если более эффективный будет штаб левых, то левые выиграют эти выборы. Если правых, то правые победят и мы сможем увидеть снова Натаньяу формирующего правительства. Будем надеяться правых правительств. Ну и в оставшиеся 2-3 минуты Турция, Иран, беды. Да, у них, так сказать, сейчас тоже на этой неделе произошли всякие коллизии у наших недругов в Турции и в Иране. Например, в Турции там Эрдоган сейчас просто уже добивает последние остатки той демократии, которую когда-то закладывала Татюрка, которая Эрдоган успешно ломает последние десятилетия. У них прошли муниципальные выборы. На этих муниципальных выборах на 18 участках, в том числе на самых важных, то есть в Константинополе и в Анкаре, победили противники Эрдогана. Эрдоган, поскольку он узурпатор, он диктатор, и он не может терпеть, что есть какие-то еще другие партии, какие-то другие мнения. И может прямо всего перекореживо. И хотя в Константинополе важнейшем, по сути дела, городе Турции разрыв между победителем и представителем оппозиционной партии и представителем Эрдогана 20 тысяч голосов, что для города и муниципальных выборов достаточно четко, однозначно, очевидно, что победа у оппозиционера. Эрдоган распорядился пересчитать результаты выборов. Обычно пересчитывают, когда мы понимаем, когда там все примерно на равных, а тут очевидный совершенно отрыв его оппонентов, но он собирается пересчитать, и мы понимаем, что в условиях, так сказать, такой страны, как Турция, при пересчете вполне может оказаться, что 20 тысяч это ошибка, а на самом деле 40 тысяч в другую сторону. И это, конечно, так сказать, ну, безусловно, печалит турецкую оппозицию и, безусловно, зажигает красные лампочки у лидеров Запада, ведь Турция по-прежнему является членом НАТО, то есть фактически как бы членом западной коалиции. Но пока западные, так сказать, лидеры европейские вздыхают и заламывают руки, США действуют, поскольку мы видим, что, в общем, администрация Трампа, она умеет не только вздыхать и заламывать руки, но и действовать решительно и четко. И мы знаем, что уже совершенно однозначно Америка сказала, что поставлять комплектующий для Ф-35 в Турции она не будет. Да, Турция член НАТО, да, Турция очень важный союзник, да, на территории Турции находится база Инджерлиг, которая является для американских сил фактически ключевой на Ближнем Востоке, но из-за того, что Турция решила закупить систему российский С-400, обладать также и американскими самолетами, чтобы изучать потом, так сказать, слабые стороны самолета, как можно, так сказать, с помощью С-400 распознать Ф-35, Америка на такое пойти не может. И Туркам было сказано, что ребята, либо-либо, раз вы выбрали С-400, то Ф-35 вы не получите. Вот, ну, Израиль стоит в сторонке и, в общем, тихо, и даже не очень тихо радуется, потому что нас напрягала ситуация, при которой враждебное нам государство обладало самолетами Ф-35, если у них их не будет, то Израиль остается, так сказать, по-прежнему гегемоном и самым мощным армией на Ближнем Востоке. И это нас, конечно, безусловно, успокаивает и радует, потому что как-то нам спится спокойнее, когда только мы такие крутые в окрестностях. А у Ирана, буквально скажу, у Ирана другие проблемы. Евросоюз гордо заявлял, что что бы там Трамп себе не придумал, они все равно сумеют обойти санкции и они будут продолжать покупать нефтегаз у Ирана и продавать ему то, что Ирану нужно. Но теперь Иран жалуется в лице Зарифа, что Евросоюз как бы не может, не отвечает за свои слова, потому что европейцы хоть и придумали какой-то, так сказать, механизм бартерных сделок, компании европейские связываться с этим не хотят, потому что американцы им сказали, ребята, вы, конечно, можете идти на это бартерные сделки, но вы тогда для Америки для вас будет закрыто. И, услышав это, крупные компании сказали, нет, нет, спасибо, так сказать, американский рынок нам куда важнее. Теперь, так сказать, европейцы делают хорошую мину при плохой игре, иранцы жалуются и причитают, ну, а Трамп записал себе еще один успех в борьбе со всем плохим за все хорошее. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. До свидания.